Поставка российских комплексов С-400 и самолетов Су-35 стало для Вашингтона поводом вести так называемые вторичные санкции против Китая. В Совете Федерации это решение уже назвали оружием недобросовестной конкуренции. Заявить на камеры о новом витке антироссийских санкций, которые, по сути, стали антикитайскими, никто из американских чиновников почему-то пока не решился. С прессой на условиях анонимности общался высокопоставленный сотрудник Госдепа, который пытался разъяснить почему США вводят санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Лишану. В их отношении вводятся запреты на транзакции с американскими банками, запрещается выдача виз, все это лишь на том основании, что Пекин приобрел российские системы вооружения. Россия поставила Китаю истребители Су-35 и оборудование зенитно-ракетных комплексов С-400. Наши действия не направлены на то, чтобы подрывать военные возможности и боеготовность какой-либо страны, а на то, чтобы Россия понесла убытки. Казуистика в формулировках, попытка прикрыть тот факт, что Вашингтон вмешивается в дела суверенных стран, диктует, какое оружие им закупать и как вообще выстраивать свою национальную безопасность. То, что мишенью для санкций был выбран мощный Китай, еще и попытка запугать другие государства, в том числе союзников по НАТО. Ведь Турция тоже заказала систему С-400 «Триумф». Именно на такие крупные контракты и нацелился Вашингтон. Простая поставка запчастей или техобслуживания нас не интересует. Мы фокусируемся на гораздо более дорогостоящих контрактах, которые подразумевают поставку России и другим странам качественно иной техники, заявил чиновник-аноним из Госдепа. Из-за решения Турции купить у России С-400 Вашингтон уже отложил поставки Анкаре своих самолетов пятого поколения F-35. По-видимому, опасаясь, что встреча даже в учебном бою российской системы ПВО и широко разрекламированного американского самолета-невидимки может подорвать его репутацию и продажи. А это критично, ведь F-35 стал самым дорогим истребителем в истории, на его разработку США потратили 400 миллиардов долларов, в этом году военные попросили еще 16 миллиардов на апгрейд его компьютерных систем. С-400 может негативно повлиять и на продажи американского зенитного комплекса Patriot. Российское оружие часто превосходит американские аналоги, при этом стоит гораздо дешевле. А потому санкции это еще и попытка убрать с рынка опасного конкурента. В черный список штаты внесли также 33 должностных лица, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом. Все в рамках так называемого закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. В документе упоминаются Россия, Иран и Северная Корея. Но судя по последним событиям, в противники могут быть записаны любые страны, и не исключено, вчерашние американские союзники.